Добрый вечер, Катя. Не все участники российской делегации на мировом экономическом форуме в Давосе поспешили его покинуть. Сегодня председатель РАО ЕС России там в Давосе провел совещание с заместителем директора распределителя Международного валютного фонда Стэнли Фишером, а также с руководителем мирового банка Джеймсом Вульфельсом. Собственно говоря, Антон Борисович с вами сейчас на связи из Давоса здесь и сейчас. Добрый день, Анатолий Борисович. Собственно, известно, что в Давосе редко что-либо подписывают, какие-то договоренности. Это принято называть обменом мнениями по самым главным вопросам. Но мне как-то кажется, в смысле мнений мы уже давно так много знаем друг о друге, что хочется конкретных договоренностей. О чем, на ваш взгляд, договорились? Да нет, я как раз и не сказал. Я не сказал, потому что именно сейчас в этом Давосе один из главных вопросов, который задают практически на всех встречах, это вопрос о том, что, собственно, будет делать Россия. Каким будет курс реформ, какой будет позиция Владимира Путина. И именно это главный предмет дискуссии. Поэтому договоренности возможны только тогда, когда появится ясно заявленная позиция. Ну вот Касьянов вчера, когда выступал, он обозначил главную тему наших взаимоотношений – инвестиции. Кстати, тоже мне было это симпатично, а то все о долгах, о долгах, хочется уже о чем-то реальном и смотреть в будущее. И он сказал так, что правительство полно решимости сделать все возможное для серьезного увеличения иностранных инвестиций в Россию. Вы можете расшифровать его слова, если вы имеете какую-то информацию для простых людей? Да, его слова были замечены, замечены и восприняты многими здесь. Причем, главным образом, теми, кому они были адресованы – бизнесменами. Мне кажется, что вообще реакция большого бизнеса в целом и его отношение к России, пожалуй, даже в этот раз более позитивны, чем реакция политиков. Политики в большей степени выжидают, а бизнес в большей степени настроен на реальную работу. И поэтому удачно вчера Михаил Касьянов сказал об этом, и это попало на благодатную почву. То есть есть уже люди, которых вы знаете, которых вы там встречали, кто готов вкладывать в нашу экономику деньги, развивать какие-то мощные проекты. А что им мешает сейчас? Ну вот именно сейчас такие решения принимаются. У меня были встречи не только с крупнейшими политиками, но и с президентами крупнейших энергетических компаний – европейских, американских. И некоторые из них достаточно определенно положительно отреагировали на наши предложения. И я рассчитываю на то, что результатом этих переговоров будут серьезные масштабные инвестиции в российскую энергетику, причем уже в этом году. А как вы считаете, может быть нам нужно изменить подход к западным инвестициям? Вот сейчас развивается конфликт на горнобогательном комбинате в Свердловской области. А я вспоминаю вот Выборгский соус-бумажный комбинат, где тоже был конфликт между собственниками и трудовым коллективом. Слава богу, вроде бы он угас. Может быть нам что-то нужно поменять в том, как мы принимаем эти инвестиции, как мы их гарантируем здесь? Знаете, для того, чтобы что-то улучшить с точки зрения приема инвестиций, нужно одно. Это может прозвучать очень просто, но в то же время в жизни это очень сложно. Абсолютно неуклонное, железное исполнение законодательных судебных решений. В том числе и в тех конфликтах, которые Вы упомянули. Есть закон и есть суд. Если суд принял решение, нравится оно кому-то или не нравится, поддерживает его или не поддерживает, государство в моем понимании обязано всеми своими ресурсами и всей своей мощью заставить исполнить решение, которое принято. Это значимо и для российского бизнеса, это в такой же ровной степени значимо и для любых западных компаний. Если исполняется решение суда, принятое в соответствии с законом, это собственно и есть самый главный способ привлечения иностранных инвестиций. Ваши переговоры сегодня с МВФ. О чем Вы хотели договориться и о чем договорились? Ну, Александр, это не переговоры. Это не переговоры. Я не являюсь представителем правительства России, я являюсь частным лицом. Ну, Вы их консультировали. В этом качестве встречался с людьми, которых знаю. Да, Вы с ними говорили, Вы обозначали свою позицию. От того, что Вы думаете, вероятно, зависит от того, какие они будут решения принимать. Вот они говорят, что до президентских выборов денег не дадут. Что Вы им говорили? На что их подвигли? Ну, мне казалось важным не столько что-то такое уторговать по деньгам, тем более, что Джейм Вульфинсом, собственно, сегодня, по-моему, вечером или завтра с утра будет в Москве встречаться с Владимиром Путиным, с другими российскими руководителями. Мне важно было понять самое главное в их настрое. Мне важно было отделить политическую часть, которая, по-моему, появилась в последние месяцы на Западе, от традиционных условий переговоров между Россией и международными финансовыми организациями. У меня сложилось впечатление, что действительно есть некоторые превходящие политические элементы в позиции международных финансовых организаций. Но в то же время примерно понятно, как и чем их можно преодолеть. Пожалуй, главное в этом смысле – это позиция исполняющая обязанности президента и то, что будет им заявлено, в том числе публичным, в ходе избирательной кампании. А меня, кстати, удивило заявление Джорджа Сороса, который сказал, что вообще не нужно ничего МВФ делать в России. Как там на это реагировали? Вы знаете, Джордж Сорос, он, конечно, крупный международный деятель, но все-таки он, прежде всего, бизнесмен. Бизнесмен, который, кстати говоря, насколько мне известно, сейчас ведет активные переговоры в России в отношении принадлежащих ему акций «Связь инвеста», и там есть его бизнес-интересы. Такой позиции, достаточно экстравагантной, как была высказана Джорджем Соросом, не высказывал ни один из серьезных международных руководителей, с которыми я встречался. Поэтому я бы отнес это скорее к экзотике, чем к чему-то содержательному. Михаил Касьянов также сказал, что мы ждем от переговоров с западными экономистами не только кредитов, но и объективной оценки состояния нашей экономики. Как, на Ваш взгляд, после тех разъяснений, когда давала российская страна, относятся потенциальные инвесторы к состоянию нашей экономики? Давайте сравним с 1997, например. Потенциальные инвесторы исходят, прежде всего, не из каких-то скандальных газетных публикаций про очередной «Бэнков Нью-Йорк», которые, кстати говоря, лопнули, как хорошо известно. Они исходят из реальных цифр, из реальных фактов. Реальные факты таковы. В России идет экономический рост. Это знают все серьезные предприниматели, весь крупный бизнес на Западе, да и в мире в целом. Плюс 2% за прошлый год, то, о чем сказал Михаил Касьянов, это серьезно. Это, конечно же, вызывает ровно то позитивное отношение у бизнеса, может быть, даже более позитивное, чем у политиков, о котором я только что сказал. Но мне кажется, что есть другая сторона, и она тоже здесь звучала. В том числе и мне пришлось в ходе моего выступления достаточно резко и однозначно сказать о том, что не надо ожидать от России какого-то автоматического следования любым решениям, принимаемых на Западе. У нас есть наши национальные интересы, национальные интересы России. Любые масштабные решения, которые Россия будет принимать, переговоры с МВФ, переговоры с Соединенными Штатами, с кем угодно, будут исходить из наших национальных интересов. В каких-то случаях это может совпадать, а в каких-то случаях это может не вполне совпадать с тем, что нам предлагают наши партнеры. Запад должен быть готов к тому, что Россия будет действовать только так. Это самый разумный, самый здравый способ выстроить долгосрочные серьезные отношения. И в этом смысле, если я правильно вас понял, главный итог Давоса для России экономический, а не политический? Да, пожалуй, так, потому что все-таки политический итог возможен будет не до марта, а после президентских выборов в конце марта. Спасибо большое, Анатолий Борисович. Я думаю, что российское правительство за последние 10-15 лет, правда, часто менялось, но уже пришло к пониманию того, что за это время мы слишком много, может быть, думали о политике, взаимоотношениях с нашими партнерами, чем об экономике. И вот если я прав, то в ближайшее время что-то, может быть, начнет сдвигаться в этом смысле здесь и сейчас. Министерство чрезвычайных ситуаций России направит в Чечню к 1 февраля разработанный российскими специалистами уникальный комплекс химического контроля под названием «Лидар». Комплекс будет поставлен на круглосуточное боевое дежурство и позволит дистанционно контролировать выбросы в атмосферу опасных концентраций хлора и аммиака, о которых поступали сообщения, так и подорожившие общественные мнения, еще в декабре-ноябре.